Я знаю, что более 400 больных коронавирусом, но из них большая часть, это более 80% это легкая форма. Вообще коронавирус с тяжелой формой это очень редкое явление, летальный исход еще редчайшее явление. Но вот общество все дружно держит, как и подобает человечности, держит поддержку самоизоляции ради маленькой части. Причем вот такой изоляции по СПИДу, по другим заболеваниям заразным мы не видели в истории человечества. Ну, интересное явление, может быть это гуманизированное такое состояние, но с другой стороны, вот я знаю, что перед депутатами в Москве патриарх Кирилл выступая, он сказал, что вот электронный лагерь это все-таки предвестник Антихриста. То есть это гражение патриарха нашего настораживает нас, конечно. У нас обращение было патриарха, мы его свято соблюдаем, это домашний режим. Что касается церкви, как и всякая организация, стратегически важная, мы считаем, как верующие, что церковь это стратегически важная инстанция, которая должна служить. Там сказано даже у нашего сан-эпидемолога нашей республики и других, скажем, краев областей. Кроме священнослужителей и клириков церковных, вот в нашей епархии меньше всех на Пасху придет и также меньше всех пришло на вербное воскресенье людей, чем с другими областями. Соблюдаются все нормы и одевание масок, и расстояние полтора метра. Но мы приглашаем волонтеров, приглашаем помощников в социальном служении, выдаем им документ соответствующий. То есть стратегически важное меньшинство, оно должно находиться, и оно находится в храме, даже их не хватает. Я думаю, что на Пасху еще меньше у нас будет людей, чем на вербное. И на вербное воспользовавшись кто-то приходил, мы познакомились, и эти люди тоже нашими волонтерами стали. Это необходимо. Вот только в Стефановском соборе 70 человек работников, включая хора, это все же таки и артисты Секея, других известных наших культурных заведений. Они тоже получают пропуска. Так что это не совсем такое, что один священник, вот он там молится в церкви. А между тем, это общество людей, они смелые, они находятся тоже в группе риска, как и те, которые по возрасту. Например, я тоже вот уже 60 лет практически к этой области отношусь. Но вера помогает мобилизировать все внутренние силы. Вера помогает выработать иммунитет безопасности. И поэтому вот эти верующие люди, которым необходимо в храме, они являются теми, кто даже если переживет инфекцию эту, да, вот, я не верю, что они попадут в вот тот маленький процент тяжелой формы, да, тяжелой, которые умирают. Вот действительно были такие в истории у нас в церкви моменты, когда некоторые даже святые заражались, умерли, но это единицы из единиц. А что касается коронавируса, я советуюсь с врачами, знаю точные сведения, что сильный духом человек, пережив коронавирус, он может потом быть донором своей крови, которая первейшим лекарством будет являться для других людей. То есть уже антитела противокоронавирусные, они будут служить в изобретении нового лекарства, как сражаться. Так что это хорошая инстанция церковь, наоборот, в лице своих, так сказать, новобранцев, работников, волонтеров, она и является борцом против коронавируса. Пасха будет, соответственно, мерам безопасности. Это соберутся, когда люди, конечно же, священники, клирики наши, то даже волонтерам не всем разрешат выйти из храмов. В данном моменте у нас не юг, где люди становятся по безопасности вне храма. У нас будут стоять в храме, соответственно, с расстоянию к данному Минздраву. И священники сами сделают крестный ход вокруг храма и зайдут, то есть, чтобы не было вот этой толкушки в проходах, в дверях церковных. Так что, конечно же, рекомендоваться будут всем масочки и все прочие безопасные моменты, когда протираться иконочки будут постоянно. Ну, крест мы не даем, только тому, кто усиленно будет просить, вот мы его ложим на голову человеку, да, понятно. Но если уже человек целует, то протирать септиком обязательно после каждого человека. Это на самом деле ведь не конфликт. Я с Людмилой Ивановной, мы даже в гости друг к другу ходим, мы сами друзья с ней. Вот. А получилось так, что там формулировка запрещается, да, вместо того, чтобы написать рекомендуется. Вот эта фраза вызвала недоумение, а вот сам документ, он даже положителен в том смысле, что оговаривается, что разрешается, значит, кроме священнослужителей и клириков, да. То есть, хоть в одном документе мы фигурируем, а не так, что приходит там руководитель какой-то местной власти в сельской, да, и говорит, покажите, батюшка, документ, что вы вообще имеете право служить. Ну, вот этот документ, с другой стороны, он говорит о том, что мы хоть как-то фигурируем в разрешительном смысле. И тут в этом документе есть и разрешающий момент, не только запрещающий. Ну, знаете, спокойно воспринимают, они же у нас по домам. У нас самые законопослушные среди других областей прихожане. Они сидят по домам. Я говорю, ну, меня так оптом записали сразу в противоположную сторону борцов, что все в храм. Да не говорю я так, что все в храм. Я даже выступил в начале, когда было вот пятидневка, до пятого апреля. Да, я говорил вслед за патриархом, что все, значит, дома сидеть. Потом я вижу, что, ну, совсем уже никто нет, у нас волонтеров нету, значит, соцработников нету, помощников. У нас ведь есть еще сестры милосердия, им с ними тоже надо проходить курс обучения, да. Но я объявил, что кто сильный духом, в храм, наоборот, да, пришли, познакомились с ними, вписали их, дали проходные, все. Теперь находимся на этом этапе, когда у нас достойное по Сан-Эпиднадзору меньшинство есть. Слава Богу. Знаете, я предложил людям, что это антиконституционно. Если это так действительно, суд разберется. И если будут такие заявления, то, пожалуйста, но их нету. Их же ведь пока нету. Сейчас у вас хорошие отношения? Хорошие отношения и с властью, и с санработниками. Единственное, что церковь всегда выступала ходатайцей, всегда молитвенницей и ходатайцей перед властью за узников тех же, знаете, в царское время. И здесь тоже. Мы вот все-таки ходатайцем по милосердию, церковному милосердию. Но вот человек с тяжелой формой коронавируса, к нему ведь не пускают родственников. А родственник может быть тот, который даже если заразиться, он не имеет права что ли на риск. А вдруг он вот входит в те 90%, что вообще перенося эту болезнь, не замечает, что это болезнь. И он не попрощается с родной матерью, мать, например, не попрощается с родным сыном. А ведь вот умирая от коронавируса, люди умирают в полном сознании. И вот здесь вот отсутствие вот этой человечности. Вот в этом плане надо бы, конечно, поработать. Так же, когда все-таки пневмония, легочные заболевания, сопровождение коронавируса. И нельзя человеку подышать свободным воздухом чистым. Но сделайте дистанцию через 5 метров. Разрешите прогулку все-таки по улице, по парку с громкоговорителем. Не нарушайте там правила безопасности и так далее. Мне вот это непонятно. Сколько можно проветривать помещение узкое, да, где там масса людей, родственников находится в проживании, маленькие квартиры. То же самое, плохая вентиляция в девятиэтажках, да, встреча в подъезде, потому что все покурить выходят и так далее. Тут масса вопросов возникает. Я думаю, что это вопросы справедливые и разумно можем мы совместно обществом решить. И церковь здесь всегда только за милосердие, только в помощи, во благо человеку. И не разносится она никакого вируса. Я говорю, наоборот, в нас, как я уже сказал, вырабатывается иммунитет защиты против этого коронавируса. И мы готовы будем делиться своей кровью. Со стороны МВД по большому празднику вербного воскресенья у нас замечаний нет. Причем, наверное, вы знаете, всегда больше людей ходят. Там естественная такая психологическая тяга вот к этим веточкам, к вербам. И поэтому на Пасху меньше, потому что на ночные службы они не всех интересуют, потому что ночь-то все же таки тяжелее человеку. Тем более, что вот сейчас в связи с коронавирусом некоторые приходы ночную службу вообще не будут служить. Они будут служить утром, вот как в Нижнем Чоле города Сыктывкара на других приходах. Так что немножечко у нас и с этой стороны сузилась церковная деятельность. В Кафедральном соборе мы будем служить ночью в 23.30 вечера, начиная с 18.00 на 19.00 и в 9.00 утра, значит, в саму Пасху. Но это вот раздвоение, так сказать, служб тоже, чтобы меньше скопления было людей. Потому что в течение дня кто-то может приходить освящать Куличи и Пасхи, но это тоже дистанционно будут столы на метров 20 друг от друга стоять вокруг Кафедрального собора. Пожалуйста, вот к этим местам отдельным подходить не более двух человек. И священник, он будет выходить регулярно вокруг собора, ходить дежурный священник, и будет, значит, освящать эти Куличи и Пасхи. Но желательно дома, все же таки, находиться и освящать святой водой, которая у каждого верующего есть. Такая рекомендация тоже от московской патриархии существует. А не ждайте больших толк людей, здесь толкушку какую-то? Нет, я это вот на 100% вижу, что не будет, потому что уже мы имеем опыт вербного воскресения, который всегда более многочисленный. А он не был многочислен. То есть у нас, повторяю, очень законопослушные прихожане. Вы знаете, коль парад победы перенесли, то и праздник Пасхи некоторые люди вытерпят дома. Но те, которые не вытерпят, а вот такие люди есть, это, так сказать, для человека смерти подобно. Вот если человек, особенно, определенного темперамента настроился, и если ему эту волю не дать, ну он просто погибнет, он умрет, да? Вот, я считаю, что для таких людей двери открыты, но соблюдают пускай нормы безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok